Игра была тяжелая. Готовились неделю. Нас настраивали на серьезную игру. Мы говорили, что будет тяжело. Выходили, настраивались, но не хватило довести последнюю передачу. Было много моментов, но реализация хромает. Поздравляем с первым девятым голом. Расскажи, как зашел этот гол? Не знаю. Как-то интуитивно. Увидел, мяч летит. Ударил, залетело. Команда готовится в тяжелом графике. Чередует домашние игры с дальними выездами. Как это происходит? Тяжело, если честно. Очень много выездов. Нужно восстанавливаться. Работаем, как есть. Комментировать особо нечего. Ничья, конечно, нас ни в коем случае не устроила. Но мы сами загнали себя в эту ситуацию. Видно, победы вскружили голову. Думали, все будет так легко даваться. Так в футболе не бывает. Надо настраиваться на каждую игру. Готовиться к каждой игре. Тогда будет результат. А выходить и не создавать за игру практически ни одного момента. Как можно выигрывать? Несмотря на потерю очков в сегодняшнем матче, Гумель по-прежнему находится на первом месте. Насколько может психологически удерживать первое место в турнире давления? Первое место всегда – это психологический груз. Футболисты должны учиться работать под давлением. Тогда им будет в дальнейшем проще. Но сегодня они не справились с этим давлением. И команда сейчас чередует домашние игры с такими самыми дальними выездами. Насколько тяжело готовить команду в таком режиме? Я бы не сказал, что это тяжело. Да, передвижение отнимает силы. Единственное, что не хватает людей для ротации. Есть и болезни, есть и травмы. Поэтому тяжеловато приходится. Но сейчас есть неделя. Надеемся, заболевшие вернутся в строй. Будет полегче. Какие планы и цели у команды на последний матч первого круга? Победа в каждой игре. Других целей нельзя ставить. Если они хотят стать футболистами, тогда должны выходить на каждую игру и доказывать, что они хотят выиграть. Спасибо.